Татьяна Телегина Татьяна Телегина Татьяна Телегина Татьяна Телегина Давайте я вам даже полное название дам презентации в чате. Я хотел бы напомнить, что обязательно скачайте наш план вебинаров, потому что в нем произошли некоторые изменения, связанные с переносами вебинаров Юрия Николаевича Белоножкина на более поздний срок. Юрий Николаевич, к сожалению, болен сейчас, но он рвется в бой и готов свои вебинары провести чуть позже, где-нибудь в конце ноября. Так что, если кто-то не попал на его вебинары, то они все равно будут проведены и просто чуть попозже. Коллеги, ну что ж, я тогда передаю слово Татьяне и ухожу из эфира. Спасибо вам за внимание. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Татьяну будет сегодня интересный вебинар. До свидания. Павел Юрьевич за представление. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем. И сегодняшняя наша тема будет посвящена вопросу работы с текстами, которые мы используем в наших онлайн-курсах. Большое количество текстов, которые мы очень часто применяем и наблюдаем, как слушатели, участвуя в различных онлайн-обучающих мероприятиях, фактически могут убить наш курс. Да, с одной стороны, понятно, нам хочется представить как можно больше полезной, нужной, безусловно, необходимой для наших слушателей информации. Но очень часто мы сами незаметно для себя превращаем своими же руками, своими кликами нашей мыши вот эту цветущую долину знаний в край таких информационных пирамид. И в тот момент, когда мы думаем, что наша аудитория следует за нами, на самом деле они либо занимаются археологическими такими глубинными раскопками, выискивая необходимые Крупицы знаний, либо пропадают в недрах обилия материалов. И, обнаружив эту неприятность, мы рискуем удариться в другую крайность. Пытаемся преобразовать текстовый материал в какие-то иные формы и виды. Иногда это приводит к желанию полностью избавиться от большого количества наших текстовых материалов. Первое, что мы стараемся сделать, это перевести их в формат видеолекций. При этом затрачиваем большие усилия на создание этих ресурсов. Но всегда ли мы можем получить тот эффект, на который мы рассчитываем, будет ли это настолько эффективно, как мы предполагаем, либо мы получим некоторую эффектность, да, но вот эффективность вряд ли. Уважаемые коллеги, у меня, прежде чем мы перейдем с вами дальше, один небольшой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Хорошо ли меня видно и видно ли вам презентацию на рабочем столе? Спасибо большое. Ну вот теперь можем идти дальше. Проверку связи провели. Спасибо. Спасибо. Да, обилие текстов в онлайн-курсах – это тот вопрос, которым нужно что-то делать. Перевод в формат видеолекций не всегда себя оправдывает. Мы можем получить тот же самый эффект озадаченности, не то, на что мы рассчитывали. И в то время, когда мы считаем, что наша аудитория движется плавно по нашему курсу от темы к теме, результаты совершенно не те, на которых мы ожидаем. И, скорее всего, здесь вопрос касается уже не столько каких-то визуальных эффектов, дизайна, даже не визуального представления нашего текста, а самого текста. И, видимо, на этом этапе приходит пора посмотреть, что же происходит с нашими слушателями. Либо они проскальзывают по материалам, используя такие техники чтения, как скиминг и скаминг. Скиминг – это ничего криминального, с интернет-мошенничествами общего не имеет. Это техника чтения, которая позволяет очень быстро, не читая материал, но просматривая его, выбирать основные вопросы, вычленять основные моменты, требующие внимания изучения, просто знать, где что находится в материале, в тексте. А скаминг – это техника чтения, которая позволяет из всего обилия текста вычленять только нужные фразы, нужные предложения, нужные ключевые моменты, необходимые для изучения либо ответов на вопросы. Поэтому большая часть текста проскальзывает мимо, вернее, наши слушатели плавно проскальзывают мимо нее. Либо второй вариант – наши слушатели настолько ошеломлены обилием необходимых к изучению материалов, что просто теряются в нем. Как правило, это те, кто плохо владеет этими техниками скиминг и скаминг. В чем могут заключаться основные возможные проблемы? Такой сложности работы с курсом для слушателей. Либо наш курс переполнен обилием текстов, слишком много текстового материала. Если мы говорим о замене видеолекциями и видеороликами, нужно смотреть на длину роликов. С одной стороны, это могут быть слишком длинные ролики, либо на качество текста, который озвучивается в этих роликах, представляется в этих роликах. Третья причина – это может быть отсутствие структуры и не совсем логично выстроенный текст. И четвертая – это ловушка времени. Не всегда мы рассчитываем тот объем материала, который предлагаем к изучению, в соответствии с тем временем, которое имеют наши слушатели на изучение этого материала. Поэтому на вот эти четыре момента нужно обращать внимание. Сегодня мы с вами поговорим о работе с текстом на предварительном этапе подготовки контента и рассмотрим несколько способов, которые позволяют нам с этим справиться. Вообще, чтобы сделать курсы компактнее, управление информацией в курсах удобнее, чтобы повысить успеваемость и успешность наших слушателей, существует несколько простых способов. На наших вебинарах мы будем знакомиться с пятью этими способами, представленными и в материалах, и опыте работы как отечественных, так и зарубежных коллег. Вот мы их собрали и с этими пятью простыми способами, которые доступны каждому, мы будем с вами знакомиться. Если вы обратили внимание, в названии вебинара у нас стоит часть первая, часть вторая будет тоже в ноябре, но попозже. И всю работу с текстом мы на этих двух вебинарах с вами рассмотрим. Соответственно, с пятью способами и пять вопросов, которые мы на наших вебинарах будем рассматривать. Как сократить объем исходного материала, отсев любимых сюжетов, что нужно убирать, что можно оставить. Вот эти первые два вопроса мы попробуем с вами разобрать сегодня. Они в основном касаются предварительного этапа работы с исходным материалом, с исходными текстами. Остальные три вопроса – как сделать восприятие материалов онлайн-курса максимально комфортным, как и какие средства визуализации можно использовать, как создавать более наглядные представления текстов, и как обходить ловушки времени, что нужно учитывать при работе с текстом, какие временные аспекты. Эти три вопроса мы рассмотрим уже на следующем, в следующую нашу встречу, на следующем вебинаре. Так что следите за анонсами, следите за расписанием вебинаров. Наша работа будет продолжаться. И начнем мы с первого вопроса – сокращение объемов исходных текстов. Ну да, таким слоганом или девизом, что ли, разработки успешного курса и работы с текстовым материалом должно быть очень такой короткий слоган – меньше, яснее и нагляднее, и визуальнее. Сокращать материал придется. Большая ошибка, которую мы можем допустить – это сделать вот такое меню курсов, который присутствует практически во многих, у многих авторов, во многих курсах, но без которого не всегда можно обойтись. Привычное меню курсов – это либо файлы PDF, Word, Google Docs и прочие раздаточные учебные материалы, статьи, учебные пособия очень часто в формате PDF выкладываем. Это текстовый материал, который может присутствовать в нашем курсе в виде ссылок на дополнительные интернет-ресурсы, необходимые для изучения, на различные статьи, исследования, которые мы предлагаем для работы нашим слушателям. И часть информации представлена из такого разряда Mass Street для необходимого чтения. Чаще всего это учебники, учебные материалы, учебные пособия и методические какие-то материалы, присутствующие в онлайн-библиотеках, цифровые версии учебников, которые тоже мы вот таким вот хорошим списком предлагаем нашим слушателям. Вот то, что вы видите на экране – это три списка из трех моих курсов. Да, у меня это тоже такие вот списки присутствуют, с которыми я пытаюсь бороться, надеюсь, что успешно. Если это… А зачастую мы вот такие подобные списки видим в одном курсе. И что хуже, что еще хуже бывает – к одной теме. И вот к каждой теме представляется такой хороший набор, такое хорошее меню, необходимое для поглощения, изучения, усвоения нашими слушателям. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, у кого из вас вот такие списки, может быть, в более расширенном формате, либо, может быть, в урезанном присутствуют. В каком виде вы представляете… Представляете ли вы в таком виде информацию, текстовую информацию для изучения своим слушателям в своих курсах? Напишите, пожалуйста, в чат. Кто использует, поставьте… Можно поставить плюсик, можно написать, да. Елена Юрьевна, а какой формат? Можете с нами поделиться? Угу. Ага, интерактивные лекции, электронные книги, отлично. Один из способов уже используем. Угу. Как отбить эту атаку клонов? Как сократить объем исходного материала? Учебники, учебные пособия – это, конечно, вещь хорошая, нужная и необходимая для изучения и знакомства наших слушателей, для отработки материалов. И если мы говорим о студентах вузов, колледжей, школах, без изучения учебного материала, учебных пособий нам не обойтись никак. Наверное, они должны присутствовать. Но можно представлять их в ином формате, чем PDF-файл. Тем более, что отделить критическую информацию, необходимую для изучения, от не столь важной, не всем учащимся, бывает достаточно легко. И наши слушатели нуждаются в таком руководстве, в таком ведении через вот это обилие материалов, которые мы им представляем. И большой объем новой информации – это тот самый барьерный риф, который требует большой самостоятельной работы слушателей, о которой лодка изучения чаще всего и разбивается. Какие варианты решения могут быть? Как по-другому можно подавать ту же текстовую информацию, и тот же объем материалов? Ага, Елена Юрьевна, спасибо. Ссылки на ЭБС, библиотеку университета. Если мы… Ссылки – это, конечно, штука хорошая. Мы освобождаем пространство внутри нашего курса. Мы предлагаем обратиться к электронной библиотеке студентов. Но само обилие материала никуда не девается. Им приходится иметь дело с тем же большим объемом. Какие еще варианты решения могут быть? Чем еще можно заменить наши тексты, которые мы размещаем внутри наших курсов? Елена Юрьевна высказала одно предложение. Это ссылки на библиотеку университета, на библиотечную систему электронную. И, коллеги, а какие еще у вас могут быть варианты? Как вы решаете или, может быть, предполагаете, что можно решить эту проблему с большим обилием текстов? Чем можно заменять тексты? Напишите, пожалуйста, в чат. Если нет никаких соображений, ставьте минусы. Ага, Людмила Сергеевна, спасибо. Рисунок. Да, как вариант можно использовать. Презентация. Моделирование. Доска подлет. Ну, подлет, не знаю, в качестве учебного представления информации, в качестве совместной какой-то работы, наверное, да. Схематизация, инфографика. Да, часть решений мы с вами уже сейчас предложили и, скорее всего, в своей работе используем. Давайте посмотрим, какие варианты чаще всего нам и предлагаются. Использование скриншоты, скринкасты, визуализация. А, подлет, спасибо, Елена Юрьевна, подлет как площадка для размещения серии презентаций. Поняла. Да, интересный вариант. Скриншоты, скринкасты, визуализация, замена текста инфографикой, либо какими-то рисунками, схемами, графиками. Использование видеосюжетов, видеороликов, видеолекций. И один из важных моментов – это определение сложности и читабельности тех текстов, которые мы представляем. Причем вот этот последний пятый пункт, он работает и для тех текстов, которые мы используем в наших курсах в печатном, либо цифровом виде, и для тех текстов, на основании которых мы выстраиваем наши видеолекции, и для письменных, и для устных. Пройдемся по основным этим способам, по основным этим приемам. Итак, скриншоты – простая совершенно вещь, абсолютно простой инструмент, который позволяет нам зафиксировать часть учебного материала, учебного текста, на который нам хотелось бы обратить внимание учащихся. Можно делать скриншоты с экрана и каких-то графических элементов, а можно и часть текста представлять в виде скриншота, выбрав необходимый материал из главы книги, учебника, монографии или статьи, и представлять его для изучения. Но здесь есть, с одной стороны, это плюс, делается быстро, вставляется тоже легко, но есть и минус. Чаще всего скриншоты используем в формате JPEG, в формате рисунка, и при необходимости увеличить рисунок текстовые фрагменты, все недочеты текстовых фрагментов становятся очевидны. Начинается распикселизация, буквы расплываются, читать неудобно. Поэтому для графических элементов, скорее всего, это подойдет, для текстов, наверное, не очень удобно. Второй вариант – серия презентаций или скринкасты – это хороший способ провести учащихся через большой какой-то кусок текста, параграф, главу, либо достаточно объемную часть материала, которую необходимо изучить, особенно если это связано с какой-то практической деятельностью. Максимальная продолжительность для скринкаста, ну, как бы потолок – это 10-12 минут, 15 – это уже совсем край, оптимально должны занимать не больше пяти минут. Это то время, которое вполне возможно уделить слушателю для изучения материала. Преимущество скринкаста мы голосом сопровождаем, тот материал, который дается, на экране, и имеем возможность вносить какие-то коррективы, поправки, давать дополнительные комментарии, необходимые для изучения. Если скринкаст у нас получается достаточно большой, мы выходим за эти пределы. Да, иногда встречаются рекомендации для видеороликов, скринкастов не более двух-трех минут, это скорее относится к промо-роликам, которые действительно больше двух минут смотреть практически никто не будет. Если мы говорим о скринкастах как учебном материале, то пять минут – это оптимальное время для того, чтобы и дать некий завершенный объем информации, и в то же время сохранить внимание слушателей. Если скринкаст у нас выходит за верхние пределы, либо есть несколько вопросов, которые не хотелось бы разбивать на отдельные сюжеты, а хотелось бы дать их общим сюжетам, но помочь слушателям ориентироваться внутри этого текста. Вот есть такой хороший пример, который использует Юрий Николаевич Белоножкин в одном из своих учебных курсов. Идет скринкаст, если вы посмотрите, он около 25 минут, но есть, обратите внимание, вот такая вещь, такая панель навигации внизу выделила красным, и вот здесь наверху. Разделение на вопросы. Это значительно упрощает работу слушателей с этим скринкастом и позволяет вовремя находить ответ на нужный вопрос, ориентируясь по этим вопросам, вынесенным сюда, на панель навигации. Это очень удобно. Не надо запоминать, где находится нужный материал, не нужно его долго искать, мы просто выбираем нужный вопрос и открываем на том месте, которое нам необходимо для изучения. Это достаточно удобная вещь, максимально простая и позволяет использовать вот эту технику с максимальной пользой для наших слушателей. На визуализации, это мы уже говорили, да, использование инфографики, различные видеосюжеты из фильмов, мультфильмов, которые могут заменить текст, необходимый для прочтения. Елена Юрьевна написала лучше, наверное, интеллект-карты. Да, можно использовать интеллект-карты сюда же, как один из элементов визуализации. И вот пример видеосюжетов я использую в одном из своих курсов небольшой мультфильм. Мы изучаем материал, затем у нас идет такая связка с мультфильмом, с которым мы начинаем знакомство с темой цели полагания, с формулирования целей. Сначала смотрим мультфильм, и затем идет уже задание по этому сюжету. Единственное, что когда мы используем какие-то видеонарезки, видеоматериалы, необходимо их вставлять, вписывать в канву нашего курса, и очень хорошо на них давать какое-то практическое задание, либо обсуждение на вебинаре, то есть выходить на практику, чтобы это не было просто иллюстративным материалом. Видеолекции или видеоролики возможно использовать как свои собственные, так и можно использовать уже готовые, имеющиеся в большом количестве на YouTube, например, на том же. В одном из своих курсов я использую такой небольшой видеоролик, буквально на 2,5 минуты, о правилах отдыха. Единственное, что здесь опять работает правило, должно быть какое-то задание на основе сюжета или на основе того лекционного материала, которое помогало бы лучше запомнить и отработать тот материал, с которым мы знакомимся в ходе этого просмотра. У нас есть обсуждение после просмотра этого видеосюжета на форуме и формулирование необходимых правил. Видеолекции могут целиком и полностью состоять из видеороликов. Это еще один из примеров, как заменяет Юрий Николаевич в одном из своих обучающих курсов видеолекциями текстовый материал. И видеолекции могут полностью состоять из видеороликов, из видеосюжетов, объединенных в один элемент. Вот в Мудли это очень легко делается. Есть элемент лекция и отдельные видеосюжеты по отдельным темам, имеющие такой законченный сюжет. Они объединены в единую лекцию, такой видеолекторий. Достаточно удобный, достаточно интересный. Не надо искать видеосюжеты по всему Ютьюбу. Они объединены, во-первых, компактно находятся внутри самого курса, во-вторых, разбиты по категориям, что позволяет обеспечить и линейное прохождение этой лекции, и нелинейное. То есть в зависимости от возникающего вопроса выстраивать свою траекторию прохождения этого материала. И внутри каждый вопрос, каждая страничка в элементе лекции это отдельный видеосюжет. Который связан с остальными. И вот эта взаимосвязь представлена вот этими кнопочками перехода. Но создание вот таких видеолекций из видеороликов, как единой системы, единого элемента лекция, несколько трудоемко, так как необходимо с самого начала продумать навигацию и переход по страницам. и включать вот эту навигацию на этапе разработки самой лекции. Потому что потом что-то поменять, это затрагивает очень много элементов, много страниц. Здесь вот вы видите достаточно большое количество разделов. И если мы задумаем поменять переход только на одной странице, это может затронуть большое количество лекций. Иногда приходится менять всю структуру целиком. Поэтому очень важно, если мы все-таки собираемся делать вот такой видеолекторий, объединять его в элемент лекции, продумать вот эту навигацию перед тем, как мы начнем размещать материалы и перед тем, как мы начинаем заниматься настройками. Еще один вариант, как можно разбивать большие тексты на небольшие кусочки и представлять их в виде таких квантов информации внутри нашего курса. Я, например, использую для этого такой элемент, как тест. Он позволяет реализовать такой формат короткого чтения внутри онлайн-курса, когда небольшой фрагмент текста с несколькими вопросами предлагается как один квантов информации. С этим форматом мы знакомы. Очень часто в книгах сейчас такой формат используется, небольшой кусочек текста, и внутри, либо после него вставлены вопросы для ответов на понимание и усвоение материала. С помощью тестов в LMS Moodle, например, это можно легко сделать. Это позволяет, вот, например, тексты лекций внутри курса по планированию, внутри темы планирования. Они представлены в виде вот таких вот небольших текстов короткого чтения, где на каждый вопрос дается нужная информация, короткая информация, и тут же даются либо практические задания в виде тестовых вопросов для проверки, для самопроверки слушателя. Создается очень легко и быстро. На одном из предыдущих вебинаров мы рассматривали, как создать этот элемент, поэтому долго на нем останавливаться не буду, просто вкратце напомню для тех, кто был на наших предыдущих вебинарах, а для тех, кто и не был, очень коротко расскажу, как это делается. В банке вопросов выбираем тип вопроса «Описание». На его основе создаем тот текстовый фрагмент, который у нас будет являться таким коротким чтением, основным ключевым моментом. Как видите, текст небольшой, и вот в таком виде без вопросов он у нас будет существовать. А затем мы просто к этому тексту добавляем нужные вопросы. Причем, обратите внимание, в нашем банке вопросов все текстовые вопросы, описания, вот эти краткие кванты текста, они у нас… Ох, мышка не хочет сегодня слушаться. Прошу прощения, все время убегает. Они создаются отдельным блоком и присутствуют у нас наверху нашего банка вопросов, поэтому их очень легко находить, с ними легко работать. А затем мы просто к нашему создаем тест, собираем из нужных описаний кратких кусочков квантов текста, добавляем к ним вопросы. И что здесь удобно, внутри каждого текста вот такие можно вставлять несколько таких квантов с вопросами, и они будут уже сами автоматически, они разделяются по страницам. То есть редактировать этот материал достаточно легко, менять, удалять, что угодно с ним делать, гораздо легче, чем в элементе лекции. Единственное, что при настройке вот такого теста конспекта очень важно задавать заранее параметр количества вопросов после кванта текстового, так как в этом типе тестов будет одинаковое количество вопросов. Оно должно быть одинаковое. Здесь у меня идет по два вопроса. Если я захочу где-то к следующей странице добавить три вопроса, у меня уже не получится, собьется вот эта настройка. Может получиться каша. Вот это ограничение здесь присутствует. Ну и как это выглядит вживую? Очень просто. Вот он идет, наш текст. Причем удобно к нему, можно добавлять ту же визуализацию, те же картинки, схемы, таблицы, если это необходимо. И дальше идут вопросы по этому тексту. Вот в таком виде может существовать краткий кусочек конспекта. Ну или вот. Текстовый вопрос, текстовое описание, небольшой кусочек из лекции объяснения алгоритма. И дальше задание тут же на отработку этого алгоритма, насколько мы его усвоили, и насколько мы его поняли. Очень простая вещь. Единственное, что здесь не делает, я с этим столкнулась, поэтому я его использую чаще всего для конспектов. Нет функции перемешивания вот этих вопросов, которые идут у нас после текстового фрагмента. Да, то есть нельзя случайный выбор поставить и нет перемешивания ответов внутри этих вопросов. Каждый раз они будут на одном и том же месте. То есть такой формат, как бы печатные книги с вопросами получается, но в электронном виде. Но для усвоения материала, для изучения особенно нового материала, это вполне приемлемый вариант. Получают ли они бальную оценку? Елена Юрьевна, если вы зададите вопрос, зададите к этим вопросам оценки, если вы настроите тест так, чтобы они получали оценки за это прохождение, то, конечно, да. Конечно, да, это все можно настроить. Это вот один из вариантов. Да, и вот наш текст, такой текст-тест-конспект готов. Он состоит из серии вот таких небольших тестов, причем названия вы видите, слова тест нет, студентов это не пугает, они воспринимают вполне нормально. Баллы. Да, за вопросы я выставляю, но это идет как у нас есть возможность выставления дополнительных баллов, поэтому за прочтение, как бы ознакомление с материалом лекции они баллы не получают, а вот за выполнение заданий баллы начисляются. Здесь опять же с баллами нужно смотреть и быть осторожнее, Елена Юрьевна, потому что вопросы не меняются, случайного выбора нет. Один раз прочитал, два раз прочитал, три раз прочитал, на четвертый правильно ответил. Поэтому здесь этот момент тоже нужно учитывать. Скорее, это не проверочный тест, а для самопроверки. Поэтому я использую те баллы, которые у нас, для выставления студентам за такие конспекты из разряда бонусных баллов, есть такая возможность, дополнительные баллы. За активную работу, за участие он может просто прочитать, не отвечая на вопросы и получить, да, обучающий, получить ту же самую отметку, что он с конспектом лекции познакомился. про вставку учебных материалов, учебников. Можно давать ссылки на цифровые учебники, расположенные в электронной библиотечной системе, в университетской библиотеке. А можно вставлять и ссылки на отдельные фрагменты из этих книг, учебных пособий, методических разработок, статей. И вот, например, такая функция есть, такая возможность есть в нашем ресурсе электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн-компании Директ Медиа, но действует она только для подписчиков электронной библиотечной системы, только для преподавателей тех вузов, которые на этот ресурс подписаны. Что дает вот так эта возможность? Она дает нам сократить количество необходимого текста для просмотра, для изучения. Очень простые восемь шагов, которые делаются буквально за пять минут. Сначала в электронном каталоге мы находим ту книгу, которая нам необходима, выбираем ее из списка, открываем для прочтения и вот здесь наверху есть значок «Получить код вставки». Мы можем выбрать диапазон страниц с первой по 528, то есть вставить полностью учебник в наш электронный курс, и он будет открываться на отдельной странице. Либо есть такая хорошая возможность, мы можем сами определить нужный диапазон страниц, хоть одну, хоть 5, хоть 10, которые мы хотим вставить в наш курс в определенное место к определенному вопросу или теме. Без ограничений код вставки может использоваться только в LMS Moodle в электронах на портале электронных курсов, на которых создаются, я, например, свои курсы создаю, я могу вставлять без ограничения весь учебник. Если вы вставляете ссылку на сторонние ресурсы, то не более трех страниц. Да, Елена Юрьевна, есть такое ограничение не больше трех страниц, это для сторонних ресурсов. Да, не в сутки за один раз. А вот для подписчиков EBS здесь все гораздо проще. Хоть весь учебник, хоть половину, хоть отдельную главу, хоть отдельный параграф или отдельную страницу. Диапазон страниц мы можем выбирать уже сами, тот, который нам необходим. Выбираем код вставки, вставляем в режиме редактора, подготовив заранее нужный элемент, например, вот страничку, сделала отдельную страницу в теме подготовки к зачетам или экзаменам. И на эту страничку я вставляю нужные материалы, которые необходимо для ответа на четвертый вопрос прочитать. Не весь учебник, а только эти две страницы. Вот они у меня вставились. Они читаются прямо из курса, никуда по ссылкам переходить студенту не надо, это достаточно удобно. Материал открывается в отдельном окне, это хорошее структурирование, то есть он уже готов, он открывается, ничего с ним делать не нужно, он открывается, удобен для прочтения, можно менять размер шрифта, увеличивать, уменьшать без потери качества. Вот этим отличается от тех скриншотов, которые мы могли бы сделать. Я могла бы сделать скриншот кусочка этого текста, вставить его отдельно куда-нибудь в лекцию или в иной ресурс, в тот же тест, конспект, но при попытке увеличить, естественно, качество бы потерялось. Здесь этого не происходит. И вставляются ровно те две страницы, которые необходимы для изучения. Таким образом, можно, еще поработав с нашим текстом, уменьшать количество объема текста, которые необходимы для изучения. Вставляют только те нужные разделы, главы, параграфы, отдельные вопросы, которые необходимы в конкретной теме или в конкретном, при изучении конкретного вопроса. И еще один. Это вот способы, как можно уменьшать количество объемов наших текстовых материалов в наших онлайн-курсах. И еще один момент, на который следует обращать внимание. Это на предварительном этапе работы с нашими текстами. Еще до того, идеальный вариант, до того, как мы их поставили в онлайн-курс. Но если уж стоят, то с ними тоже имеет смысл поработать. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вы используете такие индексы, показатели, как читабельность текста, сложность восприятия текста. Рассчитывали ли вы когда-нибудь насколько читабелен ваш текст? Напишите, пожалуйста, в чат. Спасибо. Давайте посмотрим этот вопрос. Вопрос очень интересный. И очень часто говоря, Елена Юрьевна, читабельность текста, определение уровня сложности текста, читабельности текста, используете ли это в своей работе? Очень часто одна из рекомендаций к текстам онлайн-курсов, в частности, звучит, как делаете текст максимально комфортным, удобным, подбираете соответствующие сложности для той целевой аудитории. Вопрос, как это определить? Как определить уровень сложности для того, чтобы восприятие этого текста было максимально комфортно для наших слушателей? Как мы понимаем, что вот этот текст нашего курса сложный, а вот этот он простой? как можно принимать решение, следует ли текст упростить или наоборот добавить туда профессиональной терминологии, он слишком прост для восприятия данной целевой аудитории? Вот на основании чего можно принимать подобные решения и как обрабатывать текст, как работать с текстом, так, чтобы потом в курсе он действительно воспринимался нашей аудиторией так, как должен восприниматься, это было бы для них комфортно. Вы что-нибудь слышали про индексы читабельности текстов? Есть два наиболее часто используемых индекса, индекс флэша и индекс фога. О, вот, если используете, молодцы, если не использовали, сейчас я вам одну хитрость покажу. Очень часто мы вставляем статьи, например, какие-то для изучения, либо рекомендуем учебные пособия или монографии нашим студентам, а потом удивляемся, почему вы в них не разобрались. Когда я сама еще не знала про эти индексы и ими не пользовалась, я удивлялась, почему студенты первого курса очного отделения очень плохо анализируют и работают со статьями, которые мы очень часто на наших занятиях используем и в форумах обсуждаем, задания по ним даются. А потом, используя эти индексы, я посмотрела, я поняла, что часть материала, которые я даю студентам-первокурсникам, на самом деле им действительно сложна. Поэтому пришлось пересмотреть состав учебных материалов и в то же время студенты первого курса заочного отделения с этими же материалами работают великолепно. Многие из них получают уже второе высшее образование. Да. И поэтому эти статьи соответствуют их уровню. Два индекса. Индекс флеша позволяет определить, насколько сложен текст для восприятия, а индекс флога показывает уровень удобочитаемости текста и связан он с образовательным уровнем. Какой образовательный уровень требуется для восприятия конкретного текста? Как рассчитываются эти два индекса? Индекс флеша. Здесь средние показатели в табличке я вам привела. Презентацию можно скачать, она у вас останется и в интернете информация тоже имеется, можно найти. чем ниже индекс флеша, тем сложнее читается текст, тем сложнее он воспринимается. Стандартный читабельный текст считается где-то на уровне показателей 60-70. 50-55 это уже серьезная деловая литература, деловые журналы, но скорее научные деловые журналы. И уровень где-то в районе 30 требует уже специализированной подготовки, хорошей подготовки, хорошего навыка работы с научной литературой. Как рассчитывается индекс флеша? Вот если мы его будем рассчитывать вручную, то примерно пошагово вот так. Для расчетов индекса нужно брать кусочки текстов, не обязательно загонять всю статью или весь параграф, или весь конспект и делать расчет по нему, достаточно нескольких отрывков, я обычно беру три, где-то из начала, ближе к концу и середины. Главное, чтобы отрывок был не менее 100 слов. Этот расчет и формула индекса легкости чтения приводится из расчета на 100 слов текста. Второй индекс фога или индекс туманности Ганнинга, почти туманности Андромеды, у него показатели читаются наоборот. Чем выше индекс туманности, тем сложнее воспринимается текст, тем более высокий уровень образования требуется для работы с этим текстом. Самый высокий уровень по этой шкале индексации 16-17 это уровень научной специализированной профессиональной литературы, то есть он требует уже как минимум уровень выпускника высшего учебного заведения. 12-15 это средний уровень сложности, доступный для студентов, для выпускников колледжей, либо студентов вузов, ну скажем, для массового, для широкой аудитории это нормальный, такой серьезный уровень сложности, ну нормально воспринимаемый. И до 12-ти это так называемое легкое чтение, текст воспринимается очень легко. Как рассчитывается индекс ФОГа? Вот формула расчета здесь тоже приведена. Так как оба этих индекса первоначально существовали для англоязычной аудитории, то они и потребовали некой переработки, некой адаптации для нашей русскоязычной среды, поэтому вот здесь вводится дополнительный коэффициент вот этот 0,78 в формуле это для в англоязычной версии при расчете этой формулы этого индекса нет. Если его нет, это значит для англоязычных текстов. Ну так его можно рассчитать. Если вы подумаете, что нет никаких способов делать это автоматически, то будете неправы и даже Word, текстовый редактор Word имеет такую возможность показывать нам статистику читабельности наших текстов. Как? Ну эта функция работает только для Word 2010, в 7 не работает, я пробовала поставить, в 10 на ноутбуке да, хорошо показывает, а вот в 7 показывает урезанную версию статистики. Настраивается очень легко в 3 клика. Вот если вы хотите сразу настроить себе такую опцию, у вас есть Word 2010, делается это очень легко. Выбираете, открываете новый файл Word, любой, который у вас есть открытый с текстом, выбираете вкладку параметры, правописание и открыв эту вкладку следим, чтобы выставляем показывать статистику удобочитаемости, ставим галочку, смотрите, чтобы в предыдущей строке проверка орфографии и грамматики тоже стояла галочка. Все, теперь при проверке нашего текста автоматически Word будет нам выдавать еще и уровень читабельности этого текста. Два варианта, но работает он только после завершения проверки орфографии и грамматики. Сам по себе просто так, как обычно мы делаем, нажимаем статистику и смотрим, он работать не будет. То есть мы выбираем либо выбираем весь текст и проверяем орфографию и грамматику по всему тексту или выделяем нужный нам фрагмент и несколько абзацев например клавишу F7 и затем если нам не нужно проверять орфографию и грамматику нажимаем пропустить все, когда проверка закончится автоматически нам программа покажет нужные нам данные. Вот пожалуйста. Вот он. Вот это последнее последнее абзац. показатели легкости чтения образовательный уровень долго думала откуда у нас 20 классов Word иногда дает такие загадки по умолчанию но скорее всего с 1 по 11 это действительно класса а дальше начиная с 12 это уже уровень вузовский один класс один семестр легкость чтения число сложных фраз насколько сложен для восприятия наш текст и даже показывает такой параметр как благозвучие вот это хорошая хорошая вещь для проверки текстов не только в письменном виде которые будут у нас существовать в онлайн курсе но и тех текстов которые мы готовим под запись для видео лекций либо аудио каких-то фрагментов позволяет проанализировать наш текст как он будет восприниматься и как он будет читаться и как он может восприниматься на слух вот этой вот части выделенная красным в 2007 Word нет то есть настройка там существует да там заложен также параметр статистика читабельности текста но при выводе данных вот эту последнюю часть он не показывает он показывает только какие-то расчетные показатели выдают но последнюю часть не выводит поэтому только начиная с Word 2010 эта функция работает если у вас Word 2007 не расстраиваетесь или в 2010 что-то не настроилось есть онлайн тестеры для определения уровня сложности читабельности нашего теста нашего текста три наиболее таких популярных и которые я сама попробовала я вам предлагаю вашему вниманию ссылочки здесь есть на них можно перейти презентацию скачать и отсюда можно будет переходить и их использовать в своей работе делается очень быстро занятие на самом деле увлекательное ну вот первый из таких онлайн тестеров взят сайта интерактивного аудита сайтов некоммерческих организаций вставляем в поле проверки нужный текст единственное что размер текста в этих тестерах он может быть ограничен то есть где-то среднем от 100 до 500 слов вот такие небольшие кусочки они воспринимают нормально если слов идет большее количество он может поругаться и сразу он выдает нам показатели по двум вот этим индексам индекс флэша и индекс фога причем с подробной расшифровкой какому стилю соответствует насколько понятен язык в котором написан этот текст и доступность уровень сложности восприятия этого текста ну вот в данном примере я попробовала кусочек из одной из наших статей она действительно писалась для широкой аудитории соответствует вот здесь другой кусочек из другой статьи индекс флэша чуть пониже текст немножечко посложнее но тоже для широкой аудитории тоже популярный язык вот еще один текст здесь индекс фога уже 12 это язык уже классической литературы требуется некая подготовка для понимания этого уровня текста а вот индекс флэша здесь очень низкий текст сложно воспринимается для понимания людям с высшим образованием то есть текст достаточно серьезный а а и третий еще один пример индекс фога 17 это уже язык специализированной научной литературы это уже явно текст не для первого семестра первого курса вуза это больше затруднений будет вызывать у вчерашних выпускников школы требуется некая подготовка еще один ресурс онлайн проверки уже другой здесь есть возможность проверять как вставляя отдельный кусочек текста так и проводить проверку если у нас уже текст вставлен на страницу сайта по URL адресу и также он выдает нам уровень читабельности на какую аудиторию рассчитано плюс выдает еще дополнительные индикаторы читаемости текста и все расчетные показатели он также нам представляет сколько сложных слов насколько трудный текст какое количество предложений какова длина то есть всю полную информацию это были русскоязычные тестеры для в основном они заточены под наши русскоязычные тексты и поэтому индексация там идет с учетом необходимых дополнительных корректирующих индексов для проверки англии англоязычных текстов есть вот такой ресурс неплохой который также позволяет и по url адресу по адресу сайта проверять целую страницу из интернета либо вводить текст вручную небольшой кусочек текст и осуществлять его проверку и также он выдает результаты вот они три верхних индекса это индекс флеша и фога и плюс еще дополнительные оценки по читаемости по восприятию легкости и восприятию этого текста итак по первому пункту сокращаем количество текстовых блоков уменьшаем количество информации за счет выборочного представления текста квантования текстов лекций например используем элемент тест вместо текстов лекций можно использовать короткие ролики на основании их создавать хорошие конспекты и для определения читабельности и восприятия нашего текста используем индексы флеша и фога и те ресурсы которые позволяют нам их рассчитать Людмила Сергеевна пишет после проверки все равно править можно сразу пишем предложение смотрим какие слова можно убрать без потери смысла пробуем читать подряд если не спотыкаемся все в порядке мы можем не споткнуться могут споткнуться наши студенты я согласна это тоже один из способов которые можно применять если мы говорим о лекциях если мы говорим о том дополнительном материале либо учебном материале который мы не пишем но используем в наших занятиях в наших курсах то вот эти вот тестеры и расчет индекса читабельности он нам покажет имеет ли смысл вставлять эту статью или ее нужно адаптировать подойдет ли она для этой целевой аудитории или нет единственное что вот эти тестеры отдельные предложения не воспринимают они работают не даром говорю от 100 слов 100-500 слов они работают с кусочками текста чтобы можно было увидеть либо меняем материал выбираем другую статью либо пытаемся максимально упростить текст и вот тут ваш способ да Людмила Сергеевна подойдет если мы будем его переписывать для уже готовых текстов вот эти индексы очень хорошо подходят когда у нас есть большие объемы текстов те же учебные пособия книги вот прежде чем брать хорошо бы посмотреть соотнести с тем уровнем который есть у наших слушателей и второй пункт второй вопрос это отсев лишнего вот здесь в продолжении нашего с вами Людмила Сергеевна разговора убрать лишнее вот это один из способов адаптации как говорил Стивен Кинг убивайте своих любимцев убивайте их не задумываясь даже если это разбивает ваше маленькое эгоистичное сердечко речь конечно идет не о домашних животных или наших близких речь идет о тех текстах которые мы пишем те истории те примеры те фрагменты которые нам очень близки и дороги которые мы вымучивали либо они пришли нам на полете нашего вдохновения в ночных деньях очень жалко бывает выбрасывать очень жалко но сделать это необходимо как вот этот вот метод да о любимых словах и фразах совершенно верно вот этот вот метод он так и называется убить своих любимчиков пользуются им практически все профессиональные писатели чего и нам желают мне понравилось одно из высказываний авторов серии мультфильмов снятых по комиксу по моему называется Капитан Америка два американских режиссера вот они говорят что периодически нам приходится убивать даже тех героев которые любимы аудиторией любимой публикой ну что поделать всех на экране оставить невозможно поэтому с кем-то приходится расставаться и вот этот подход убей своих любимцев это уже методика которую необходимо применять на том этапе когда мы текст еще не превратили в текст онлайн курса пока он существует у нас еще в формате там вордовского файла насколько это сокращает объем это реально может сократить объем вот из примера Аманда Форман которая работала 11 лет над книгой посвященной гражданской войне США в окончательном объеме книга вышла в 1008 страниц и там был задействован 197 персонажей первоначально их было 400 представьте себе какой объем книги было бы если бы все 400 персонажей остались на своем месте работая над текстом Форман поняла что она не сможет охватить весь объем весь период гражданской войны потому что слишком много действий слишком много сюжетов и хотя они безумно интересны увлекательны и захватывающи она все-таки решила отчасти из них избавиться вот один из приемов которые она использовала создала хронологию всех персонажей таймлайн нам в помощь и убрала из текста всех кто не связан непосредственно друг с другом либо чьи сюжетные линии не пересекаются хотя бы на уровне еще одного звена вот этот прием стоит наверное нам брать на вооружение для того чтобы работая с нашими текстами убирать все лишнее то что напрямую не касается того вопроса который необходимо раскрыть в данном фрагменте текста но если уж совсем жалко бывает а бывает очень жалко выбрасывать какие-то интересные факты которые напрямую к теме не относятся но вот избавиться не всегда рука поднимается но это необходимо сделать вот здесь нам на помощь может прийти такой промежуточный вариант не выбрасывайте их совсем если уж жалко используйте вот например в мудове есть такой блок как случайная запись из глоссария соберите их в отдельной глоссарии интересные факты по курсу и сформулируйте из них вот такую случайную запись из этого глоссария пусть она какое-то время повисит в нашем курсе во-первых она может создать некую визуальную привлекательность во-вторых какие-то интересные факты здесь можно использовать да привлечение внимания слушателей можно настраивать случайную запись по-разному либо они будут идти по алфавиту либо действительно случайно появляться с глоссария можно сделать один глоссарий ко всему курсу а можно использовать несколько глоссариев например по отдельным темам это позволяет нам как-то структурировать да вот эти интересные факты но в дальнейшем расстаться с ними будет гораздо проще и легче если это будет необходимо по пункту 2 сокращаем тексты применяем метод борьбы с нашими любимцами все что не связано с теорией не имеет выхода на задание либо тесты напрямую стараемся из курса убирать используем блок случайной записи для истории цитат видеофрагментов это позволяет лучше структурировать материал внутри нашего курса итак уважаемые коллеги сегодня мы с вами разобрали два вопроса как сократить объем исходного материала рассмотрели метод убей своих любимцев и прием хронологии персонажей относящийся к теме отсева любимых сюжетов от которых все таки придется избавляться и три следующие вопроса возможно еще дополнительные материалы по работе с текстом мы с вами рассмотрим уже на следующем вебинаре который надеюсь состоится у нас в ноябре следите пожалуйста за анонсами будем рады увидеть всех встретиться со всеми на нашем следующем вебинаре и работу с текстом мы продолжим уже там и так уважаемые коллеги если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте пишите в чат всем большое внимание большое спасибо за большое внимание и за участие в сегодняшнем занятии в сегодняшнем вебинаре надеюсь информация была вам полезна и пригодится вашей практической деятельности поможет сделать ваши тексты ваших онлайн курсов наиболее комфортными для ваших слушателей помочь и вам и им спасибо спасибо всем всем удачной работы над электронными курсами ну тогда если вопросов пока нет я обещание наверное остановлю но еще минут пять десять побуду здесь в вебинаре если вопросы какие-то будут появляться пожалуйста пишите в чат я на них отвечу всем большое спасибо ждем вас на следующих вебинарах из нашей серии м способ ответ в в в в в